Привет! Ты на канале Адукар, и сегодня я отвечу на все твои вопросы об РТ-21-22, которые вы мне задавали. И, конечно же, прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставь этому видео лайк, подпишись на канал и отметь колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а мы начинаем! И первый наш вопрос, можно ли сдавать РТ в восьмом, девятом, десятом классе? Да, конечно, ты можешь, так как РТ предназначена для тренировки, чтобы ты посмотрел, оценил структуру теста и так далее, и смог более продуктивно готовиться к ЦТ. И поэтому не только одиннадцатиклассники могут поучаствовать. Кстати, как регистрироваться на репетиционную тестину, я рассказывала в прошлом нашем видео, поэтому обязательно его посмотри, чтобы не наделать никаких ошибок. Также вы задавали вопрос, можно ли сдавать не четыре предмета, а, например, три, два или меньше. Да, конечно, ты можешь выбрать любое количество предметов. И, кстати, не только четыре максимальное число, такое ограничение есть только на ЦТ. Ты можешь выбрать там шесть, семь, восемь и даже пятнадцать предметов, если тебе очень хочется. А можешь выбрать просто один и потренироваться на одном предмете. И я хочу сделать небольшую правочку насчет нашего прошлого видео про РТ. Я говорила, что один предмет стоит семь рублей шестьдесят копеек. На момент съемки видео действительно это было так, но когда начался первый этап РТ в начале октября, РИКС подняли цену, и стоимость стала восемь рублей двадцать копеек. Поэтому, когда будешь регистрироваться, учитывай этот момент. Также нам человечек задал вопрос, что на сайте РИКСа очень мало дат на время каникул. Это окончательное расписание, либо какие-то даты будут добавляться. Да, действительно, даты будут добавляться. Обычно учебные заведения стараются побольше поставить дней именно на каникулах, чтобы вам было удобно прийти. А также дают какие-то еще дополнительные дни чуть позже, в ноябре, в декабре. Поэтому, если тебя не устраивают даты, которые есть сейчас в календаре, немножко подожди, помониторь расписание и выбери какую-то более удобную для тебя дату. Есть еще один вопросик. Обязательно ли ходить на этот первый этап РТ? Как я уже говорила, рационное тестирование это не обязательно по желанию. Это тренировка для вас, чтобы вы прочувствовали структуру, посмотрели, как заполняется бланк и так далее, протестировали себя, узнали, что тебя будет ждать на централизованном тестировании. И первый этап РТ обычно похож не на будущее ЦТ, которое у вас будет летом, а на тот тест, который сдавали абитуриенты вот прошлым летом, 2021 года. Но это не значит, что первый этап бесполезен. Это все равно очень хорошая тренировка для тебя, поэтому, конечно, если не хочешь, можешь не идти, но я все-таки советую не поскупиться на 8 рублей 20 копеек и хотя бы на один предмет сходить и посмотреть. Идем дальше. Вы также спрашивали, когда же появится консультация первого этапа РТ. Я уже говорила в прошлом видео, что РИКС выдает консультацию только после окончания этапа, а первый этап у нас кончается в конце декабря. И, соответственно, консультация в личном кабинете, там, где вы регистрировались, будет именно в конце декабря. Но ожидание стоит того, потому что консультация действительно очень полезный документ для подготовки. Там тебе дадут полный разбор заданий, правильные ответы и рекомендации по литературе. Поэтому обязательно обрати внимание на этот документ и воспользуйся им правильно. И последний на сегодня вопросик. Вы спрашивали, как подсчитываются баллы на РТ, так же, как на ЦТ или по какой-то другой схеме? Да, конечно же, так как РТ – это тренировка, это демонстрационный, так сказать, вариант, поэтому система подсчета баллов такая же, как и на ЦТ. Однако, так как структура может потерпевать изменения, то таблица соответствия первичных и тестовых баллов может немножко отличаться. Но, на самом деле, я бы не стала на вашем месте заморачиваться с этим, а сосредоточиться именно на подготовке. Если у тебя будет полное знание, то и никакая система подсчета баллов не помешает тебе получить максимально хороший балл. Зачем нам эти падежи? И, конечно же, я не могу тебя не пригласить на наш бесплатный ЦТ-форум, который проходит всю осень. Мы каждый день, каждую неделю по всем предметам делимся с тобой полезной информацией. Преподаватели рассказывают теоретические кусочки, разбирают с тобой вместе тесты, делятся своими какими-то секретами подготовки к ЦТ. Поэтому обязательно переходи по ссылочке, подписывайся на чат-бот, где мы будем присылать тебе уведомления, напоминашки, полезные материалы. И с нами там также можно пообщаться. Поэтому воспользуйся этой классной возможностью и оставайся с Адукаром всю осень, чтобы продуктивно готовиться к централизованному тестированию. На этом все. Жду от тебя лайка, подписки и, конечно же, задавай в комментариях вопросы или пиши свои пожелания о следующих видео. Мы обязательно их рассмотрим и снимем что-нибудь полезненькое. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok